Следующий доклад прочитает Строкова Людмила Александровна, профессор доктора медицинских наук, заведующая отделением лучевой диагностики 122-й медицинской части и тема доклада ультразвуковая навигация и интервенционных вмешательств в онкологии. Людмила Александровна. Спасибо. 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 Такие технологии, включая в том числе и различные воздействия без разрезов, без тяжелой травмы, они широко применяются на всех этапах оказания помощи. И вот, в частности, я начну свое повествование с демонстрации эндоскопического удаления рака желудка. Для нас пока это кажется некоторой экзотикой, но на самом деле, в частности в Японии, в стране, где наиболее широко применяются и широко разрабатываются подобные направления, Эта операция не является редкостью, а здесь мы с вами видим, как рак, который не достиг мышечной стенки желудка, эндоскопически отсепаровывается и, собственно говоря, вполне радикально больной избавляется вот таким малоинвазивным щадящим способом. И мы помним вторую, так скажем, постулат оказания онкологической помощи, это достижение радикальности при оказании хирургической помощи. Вот предыдущий слайд нам демонстрировал именно радикальное иссечение опухоли, который не является инвазивной, и поэтому такой мало травматичный и щадящий вариант лечения вполне, так скажем, реализуется. Но, к сожалению, радикальному излечению при первичной диагностике онкологического заболевания подходит только 5 или 15 максимум процентов больных. Отсюда возникает важный вопрос, который будет заключаться в следующем. Чем раньше мы диагностируем рак, тем вероятнее, что это будет степень неинвазивная, и к таким пациентам можно будет применить как раз малотравматичный способ лечения. В другом случае, та группа больных, которые не попадают в эту группу, или больные, которые не подлежат в целом радикальному лечению, надо добиться возможности реализации любых других способов, которые позволят, если не излечить больного радикально, то, по крайней мере, сохранить ему жизнь и качество этой жизни. Огромное новое направление в онкологии, которое занимается этими вопросами, носит название интервенционной радиологии в онкологии. И включает в себя выполнение как диагностических, так и лечебных манипуляций под контролем различных видов визуализации, под различными модальностями. Рентгеноскопия, сонография, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ну и различных фьюжн-технологий. Вы знаете, что это такое. Это внедрение, совмещение различных модальностей, различных способов визуализации, КТ или УЗИ, МРТ или УЗИ, которые позволяют более тонко осуществлять навигацию. Если говорить об ультразвуковой диагностике, а мы, собственно говоря, и посвящаем этому наше выступление, надо сказать, что ультразвук – это универсальный метод навигации. Не имеет противопоказаний, мобильно, проста в исполнении и экономично. По сути дела, можно рассматривать как некий компас, который, как вы понимаете, готов к использованию в любых географических условиях, кроме зон магнитной аномалии. И поэтому, если говорить об ультразвуковой навигации интервенционных вмешательств, давайте мы посмотрим на это поле применения ультразвука. Так скажем, с высоты птичьего полета. Что мы с вами можем увидеть? Что ультразвук способен помогать врачам в их работе на всех этапах оказания онкологической помощи. Это может быть диагностика, это может быть лечение, это может быть вполне радикальное лечение. И в то же время, на последнем, не на последнем, а определенный пул больных, которым тоже, так скажем, применяется ультразвуковая навигация, это больные, требующие палеотивной помощи, это палеотивная онкология. И в основном здесь вопрос заключается в интервенционном обезболивании, когда под контролем ультразвука блокируются нервные окончания, которые позволяют уменьшить болевые ощущения, которые, как вы знаете, сопровождают терминальные стадии заболевания. Вот это наше поле мы можем разделить на две большие группы. Это мономодальные вмешательства, то есть когда используется только ультразвуковая диагностика и полимодальные исследования, полимодальные модификации различных методик, когда используется именно интервенционная радиология, то есть через сосудистый доступ к опухоли с целью введения химиопрепарата или развития абляции сосуда, который питает опухоль. Но на первых этапах все равно присутствует ассистенция ультразвуком для того, чтобы ввести, так скажем, войти в сосуд малотравматично и наиболее, так скажем, объективно под хорошим контролем зрения. Если коснуться мономодальных вмешательств, это вмешательства, которые основаны на использовании именно ультразвуковой технологии. Они могут включать в себя целью своей иметь морфологическую верификацию диагноза, то есть получение ткани опухоли для последующего анализа. Это может быть цитологический анализ, гистологический, иммуногистохимический или молекулярно-генетические исследования. Если говорить о лечебных воздействиях, то они также могут присутствовать, и мы видим здесь две позиции. Позиция первая – это таргетное, то есть целевое воздействие на патологическую ткань. Это может быть опухоль или это может быть секундарное изменение в виде метастаза. И путем введения в данное опухолевое образование под контролем ультразвука различных агрессивных воздействий, которые будут эту опухоль, этот объект разрушать. Это может быть этаноловая деструкция, радиочастотная абляция, криодеструкция и другие физические методы воздействия на опухолевую ткань. Если говорить о вспомогательных лечебных воздействиях, которые осуществляются под контролем ультразвука, это могут быть эвакуации патологической жидкости, это может быть наружное бильярдное дренирование, когда при помощи ультразвука устанавливаются по сельдингеру дренирующие устройства и уменьшается гипертензия бильярдного дерева. И санация различных очагов, которые могут возникать на фоне проведения хирургического вмешательства, формирования скоплений патологической жидкости, нагноения и так далее. Вот эта последняя, не последняя, а первая позиция эвакуации патологической жидкости, она в принципе известна с античных времен, когда в Древнем Египте пытались удалять патологические скопления жидкости путем внедрения в тело тростниковые палочки, полы внутри, или уже в более поздние времена птичьи перья, которые также были в виде трубочки, и таким образом удаляли эту патологическую жидкость. То есть мы просто как бы продолжаем эту традицию, обретая новые возможности. Если говорить о воздействиях физических, то мы здесь видим с вами такую сводную таблицу, которая нам говорит о возможностях применения мономодального воздействия, то есть только под контролем ультразвука, различных методик. Это чрезскожная инъекционная терапия под УЗИ-навигацией, когда в узел вводится этанол, это спирт, как правило, очень высокого градуса, и он приводит к разрушению опухоли, дегидратации клеток опухоли, и дегидратации белка, трамбирование мелких сосудов, питающих опухоль. И это приводит к тому, что опухоль погибает и уменьшается ее агрессия, если не исчезает полностью. Радиочастотная абляция. Также известно под контролем ультразвука в очаг. Как правило, он не должен быть более 5 сантиметров, и число, предположим, в печени не должно превышать 5. И под воздействием высоких температур разрушается опухолевая ткань, денатурация белка происходит, и таким же образом наносится повреждающее действие опухоли, которое может прекратить свое существование как результат за один сеанс воздействия. И также можно указать криодеструкцию. Когда воздействие холодом, температурой около минус 40-50 градусов воздействует на опухолевый очаг, он, по сути дела, превращается в ледяную глыбу, и таким образом патологическая ткань погибает. Известно, что патологическая ткань, как показали опыты, наиболее чувствительна к воздействию низких температур. Вот таким образом можно видеть траекторию погружения иглы при радиочастотной абляции в опухоль, воздействие этого высокого температурного тока, и вследствие этого изменение структуры опухоли и ее эхогенности, что говорит о реализации процедуры. Если говорить о интервенционной онкологии, нельзя не пройти мимо двух известных лиц, которые внесли свой величайший вклад в это продвижение этого действия. Прежде всего, не могу не сказать о Верне Рефорсмане, это человек, достаточно замысловат судьбы, в 1929 году, будучи 25-летним доктором, он ввел в себе в кубитальную вену катетер длиной 65 см и довел его до правого претердия, а это было крайне опасно, потому что в те времена считалось, что инородное тело в пластях сердца приводит к его мгновенной остановке, но тем не менее, и он даже зафиксировал этот свой научный подвиг. После публикации выступления с докладом по поводу своих результатов, вместо похвалы и продвижения этой идеи, он получил выговор от руководителя фирмы клиники Шерите, был уволен и начал работать в маленьком немецком городе. Далее его судьба приобретает совсем трагические черты, он становится членом нацистской партии, работает в клинике, где стерилизует расово-неполноценных граждан Германии, чтобы они не могли размножаться, попадает на Восточный фронт, в 1945 году попадает в плен к союзникам, и далее попадает под денатификацию, пять лет не работает, и в дальнейшем трудится в маленьком немецком городке. Заокеанские коллеги, изучив его достижения, продвинули дальше ход научной его мысли, и в 1956 году ими была получена премия по физиологии, в частности по кардиохирургии, и они включили в состав команды Форсмана, который в 1956 году таким образом стал Нобелевским лауреатом. И второй доктор, который всем нам хорошо известен, не замеченный ни в каких политических деяниях, это Свен Ивар Сельдингер, который придумал проводник, и все знают катетеризацию по Сельдингеру, которой любой врач представляет, о чем идет речь, который в 1953 году придумал свое устройство, он назвал его проводником, который позволял катетеризировать сосуды, но при этом тоже наткнулся на непонимание коллег, руководитель сказал, что его тема еще не диссертабельна, и еще долгих 13 лет Сельдингер продолжал развивать свою тему, и только в 1966 году он защитил кандидатскую доктор, кандидатскую работу, и дальше работал по специальности, продвигая свои разработки. Среди лечебных черезкожных вмешательств, которые применяются повсеместно, есть ряд преимуществ, которые необходимо отметить. Это малая инвазивность, это селективность воздействия, то есть препарат можно подводить непосредственно в артерии, которые снабжают опухоль, и уменьшать тем самым, то есть насыщать опухоль этим препаратом, в то же время убирать его побочные действия, системные, которые нивелируются. Можно эмболизировать питающую артерию опухоли, при этом уровень эмболизации будет намного дистальнее, чем доступно хирургическим методам. После подобного действия реабилитация достаточно коротка и проходит гладко, снижается число осложнений, возможно проведение повторных курсов, сочетание с другими видами лечения, химиотерапии, хирургической операции и прочее. Но, как я говорила в начале сообщения, важный этап – это ранняя диагностика. И, переиначивая известную поговорку «Вини, веди, вицы», я написала «Виденс, гратон, акцепит». Это значит «увидел», «оценил», «получил». Что это значит? При ультразвуковом исследовании вы видите патологическую ткань, вы оцениваете ее характеристики, оцениваете возможность технического проведения биопсии и получаете материал из патологического очага. В результате этого ультразвуковая навигация позволяет минимизировать риски, потому что вы хорошо видите объект, вы хорошо видите окружающие сосуды, вы видите полые органы, которые не надо травмировать, вы их обойдете стороной. Не требуется анестезиологического пособия, как правило, легко переносится больным, можно варьировать объем биопсии в зависимости от ситуации и, конечно, это очень экономичный метод. Классификация биопсии под ультразвуковой навигацией может быть рассмотрена на различных ракурсах. По виду доступа, через кожу, через полости, то есть эндоковитальные или интраоперационные. По способу получения материала. Это может быть аспирационный материал или это будет быть корбиопсия, когда вы получаете столбик ткани. По количеству полученного материала может быть системная биопсия, когда вы не видите конкретного очага, не можете его визуализировать достоверно, и тогда вы делите объект на различные зоны, из каждой зоны получаете фрагмент ткани. И таргетная биопсия, когда вы идете на конкретную опухоль, на конкретную мишень, на конкретное патологическое образование. По технике исполнения биопсии. Это биопсия с применением навигационных приспособлений, то есть функционных каналов, датчики, это могут быть или насадки, или техника свободной руки. Этапы малоинвазивного хирургического вмешательства под УЗИ навигацией мало чем отличаются от любого хирургического вмешательства. Это и четкое понимание, что вы хотите увидеть, на каком глубине и где располагается. Оценка технической возможности проведения биопсии. Планируемый объем, когда вы говорите, что надо необходимы, и достаточно именно такого объема. Оценка возможных рисков, связанных как с соматическим состоянием больного, так и с особенностью его терапии, которую он принимает. Обязательно разъяснительная беседа, которая предшествует биопсии, информированное согласие и, конечно, обеспечение возможности оказания неотложной помощи в случае возникновения нештатных ситуаций, а также защита врача, которая может возникнуть при повреждении самого врача биопсийной иглой. Биопсийные иглы делятся на аспирационные, это мандрен и игла, и иглы для корбиопсию по типу гарпуна. Напомню вам, что трепан биопсия, которая широко обсуждается как аналог данной биопсии, она немножко не соответствует терминологическому. Трепан – это бураф, и такая игла представляет из себя фрезу с кольцевидным краем, который вбуравливается в биопсийную проблемную ткань. Здесь же мы видим кор или стержень, которые укладываются вот в это ложе при получении биопсийного материала. Диаметры иглы измеряются различными способами. Есть способ, который предложил Шарьер, это французский торговец с медицинскими принадлежностями, и в честь его названа единица измерения. Приблизительно при френчах или Шарьерах одна единица соответствует 0,33 мм диаметра. Самая распространенная шкала – это скала Гейджев. Там очень сложная система вычисления диаметра иглы, и суть ее заключается вот в чем. Единица измерения обозначает количество игл, которые можно поместить в полую трубку диаметром 1 дюйм, уложив их в виде шестиугольника. Таким образом, мы можем понять, что чем меньше название, тем шире игла, и никогда не может быть нечетных нумераций подобных игл. Механические устройства для получения биопсии состоят из одноразовых механических игл, которые обеспечивают резкий выброс биопсийной иглы с получением материала, или компонентная вот такая система, состоящая из многоразового пистолета, куда укладывается одноразовая игла, и обычный пружинный механизм обеспечивает получение материала. Для того, чтобы хорошо видеть функционную иглу, ход функционной иглы, используются так называемые направляющие. Это могут быть датчики с отверстием, что очень нерентабельно, потому что надо будет стерилизовать датчик после каждой манипуляции, или различные насадки для поверхностных биопсий, через кожных, или для внутренних биопсий, когда вы используете доступ через прямую кишку или через влагалище. Здесь представлены биопсии различного вида и толка. Это трансректальная биопсия. Как вы видите, врач одной рукой держит направляющий датчик, а второй рукой производит забор материала. Компонентная биопсия поверхностной периферической опухоли легкого, когда материал получается, опять же, при помощи биопсийного пистолета, и мы получаем столбик гистологического материала. И различные доступы, когда материал получается под контролем ультразвука. Траектория биопсийной иглы хорошо видна за счет того, что попадают мелкие пузырьки воздуха, и они гиперэхогенные. Вы видите направление иглы. И несколько коротких примеров, которые демонстрируют возможности быстрой диагностики. То есть эта диагностика, все случаи, которые здесь представлены, диагностика заняла около 7 дней. Эта женщина представлена 65 лет, у которой проведена семью годами ранее достаточно калечащая операция по удалению больших малых половых губ по причине постановки диагноза плоскоклеточного рака вульвы. И через 7 лет ее беспокоят боли и жжение в проекции уретры. Уретра гиперемирована, отечна и рассматривается как следствие какого-то уретрита, непонятного происхождения. При ультразвуковом исследовании было выявлено изменение уретры. Мы видим гипоэхогенную ткань, которая распространяется за пределы уретры и покрывает дно мочевого пузыря, вызывая блок мочеточников с уретерогидронефрозом. Вы видите терминальный отдел мочеточника. И при получении биопсийного материала, было предложено сделать биопсию, был получен результат, который свидетельствовал о том, что женщина болеет не плоскоклеточным раком вульвы, а является пациенткой с экстромомарным раком пиджета, после чего была назначена специфическая терапия и состояние пациентки улучшилось. Еще один пример. Женщина с разникшей одномоментной макрогематурией обильной, с блоком почки, с развитием уретера гидронефроза и огромным образованием, которое занимало подвздошную область слева и уходило в малый таз, практически достигая прямой кишки, дна малого таза, с высокой воскулиризацией, внеорганная какая-то опухоль. При взятии биопсии было установлено беклеточное лимфово высокой степени злокачественности. После специфического лечения эффект был достигнут, и он продолжается до сих пор, хотя прошло уже 6 лет, что действительно впечатляет. Здесь вы видите культю влагалища и на ее вершине рецидивную ткань, которая тоже была верифицирована путем получения биопсийного материала. И традиционно это можно указать рак предстательной железы, когда вы видите гипоэхогенный воскулиризированный очаг, и в этом очаг, и в этом нет ничего необычного. А на правом слайде мы с вами видим ложе удаленной предстательной железы, это анфас и профиль, и фиксируем наличие здесь гипоэхогенной ткани, подозрительную на рецидив. У пациента отмечается биохимический рецидив в виде роста ПСА, и путем получения материала из этого зоны интереса мы подтверждаем наличие местного рецидива. Таким образом, нужно констатировать, что малоинвазивные хирургические манипуляции под ультразвуком позволяют быстро и эффективно решать диагностические вопросы, то есть сокращая время от момента возникновения проблемы до ее морфологической верификации. И мы действительно, применяя в нашем многопрофильном стационаре особенно диагностический алгоритм, включающий в себя биопсию, у нас уже накоплен опыт около 10 тысяч биопсий различной локализации, и они как нельзя лучше отвечают именно современным запросам быстрой и эффективной морфологической диагностики. Благодарю вас за внимание. Людмила Александровна, большое спасибо за емкое такое ваше сообщение, очень многогранное, и опыт ваш, конечно, колоссален. Я, наверное, попрошу вас задержаться, если будут вопросы в конце. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!